Трудовые будни после новогодних каникул начались с трагедии в рудной столице. На объездной дороге в районе одного из рудников в ДТП погибли два человека. О причинах аварии и о непраздничной статистике за эти дни материал Михаила Чернова. Авария произошла в среду рано утром. По предварительной версии дорожных полицейских, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где истолкнулся с автобусом. Удар был таким, что владелец иномарки и его пассажир погибли на месте. Водитель автобуса и кондуктор не пострадали. Пассажиров в салоне в момент ДТП не было. Полицейские также сообщили, водитель автобуса до последнего пытался избежать столкновения. По факту аварии будет возбуждено уголовное дело. За выходные и праздничные дни на дорогах Норильска произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. В одном только был у нас пострадавший, это женщина. Сотрудниками госавтоинспекции составлено около 500 административных материалов. Задержано 15 нетрезвых водителей, 16 транспортных средств помещено на штрафстоянку. Также за праздничные дни жители Большого Норильска совершили 18 преступлений, а почти 120 человек по разным причинам были доставлены в отделение полиции. Что касается семейных разбирательств, то останавливать конфликты на бытовой почве полицейские выезжали более 70 раз. Михаил Чернов, Александр Вуори, новости северного города. Далее о том, как ряды автобусных перевозчиков в Норильске могут поредеть из-за новых требований федерального законодательства. Раньше частникам, которые работали под заказ и фирмам, которые сами возили своих сотрудников, лицензии на перевозку пассажиров не были нужны. А с 1 марта правила игры поменялись. И вот почему. Связано это в основном с тем, что очень много дорожно-транспортных происшествий происходит с автобусами, которые выполняют заказные перевозки. То есть там ослаблен контроль. Не всегда может быть водители проходят медицинское свидетельствование, технический осмотр, транспортные средства не всегда происходят в полной мере. Ну и естественный контроль со стороны субъекта за этими автобусами неполный осуществляется. Помимо лицензии в каждом заказном автобусе должны появиться и тахографы, приборы, которые фиксируют скорость, а также режим труда водителей. И на документы, и на приборы придется потратиться, говорят перевозчики. Поэтому неплохо было бы цены поднять, но это вряд ли выйдет, добавляют транспортники. Так что горизонты будущего коммерсанты видят не радужными, а по заказу в Норильске работает порядка трех десятков предпринимателей. Как вам новое введение? Печально. Человек говорит, купил новый автобус и поставил его на полгода, а то и на год, пока он пройдет все эти процедуры. Нет ли риска, что город останется у нас без транспорта в связи с ним? Есть большой. Есть. Конечно. Очень много мелких предпринимателей уйдет с рынка. Впрочем, власти и контролирующие органы этот скепсис не разделяют. Лицензия будет выдаваться бессрочно. То есть это разовая акция для каждого конкретного автобуса. Да и времени у перевозчиков достаточно. Оформить документы они должны не к 1 марта, как новый закон заработает, а на 4 месяца позже, к 1 июля. Тут стоит добавить, что лицензии придется переоформить всем коммерсантам, в том числе и тем, кто работает по муниципальным контрактам. Таких у нас 8. Это нужно для того, чтобы попасть в единый реестр автобусов, которые как раз должны сформировать в стране к марту. На эту базу смогут ориентироваться автоинспекторы во время перевозок. В общем, все под флагом безопасности. А вот под каким флагом пройдет Новый год. Ушедший в 18-й для каждого был чем-то знаменателен. Ну а экономисты называют его стабильным. Инфляция составила примерно 4%. Поэтому показатели у России 16 место в мире. Впрочем, в 17-м инфляция побила исторический минимум 2,5%. А значит, тенденция к росту все же наметилась. Так чего ожидать в этом году? Ситуацию проанализировала моя коллега Анна Томилина вместе с целым рядом экспертов. Чем стабильнее обстановка в стране, говорят социологи, тем увереннее население в дне завтрашнем. А насколько мы уверены в нем сегодня и как далеко заглядываем в будущее? По данным Левада-центра, каждый второй россиянин сейчас вообще никаких планов не строит. А подалог для тех, кто все же думает на перспективу, 1-2 года. Что скажут нарильчане? Ну, год-полтора может. На год точно вперед надо строить. Не больше, чем на неделю. А чего это зависит? От ситуации, которая складывается. Сегодня был один пенсионный возраст, завтра стал другой. Планируем будущее, но совсем далеко заглядывать невозможно, потому что финансовое положение сейчас очень шаткое валкое, поэтому все это зависит от финансов. Бутерброд с икрой или хлеб со водой, что ждет нас в этом году? 2018 экономисты называют удачным. За прошлый год зарплата в стране в среднем выросла на 7%, увеличился объем ВВП и цены на нефть. 2019 год – это переходный год. Новое, что у нас будет, это НДС, который будет не 18%, а 20%. Первый квартал будет лихорадить бизнес, в том числе вырастут цены, это повысится инфляция, но это надо будет перетерпеть, потому что на самом деле тенденция 2020-2021 года, она положительная. Но 2019 год будет непростой. Непростой – это и снижение цены на нефть, это повышение доллара. Все аналитики мира этой картине только добавляют красок, прогнозируют очередной кризис. Говорят, что цены на нефть будут сбивать Штаты и в следующем году они устремятся к отметке всего в 50 долларов за баррель. И для России это будет серьезный удар. В бюджете заложена цена на нефть в 63 доллара 40 центов за баррель. Падение цен на нефть ниже этого уровня означает пересмотр основных показателей экономики, снижение уровня доходов, увеличение налоговой нагрузки и снижение соцрасходов. Уровень инфляции может подскочить и перевалить за 10%, а в серьезный удар по карману маленького человека, за счет которого, например, решили снизить нагрузку на управляющие компании. НДС же подрос на 2%, чем покрывать эту разницу – двойной индексацией. Если раньше коммунальные тарифы повышали раз в год, с начала июля на 4%, то в 2019-м плату будут поднимать дважды. По прогнозам коммуналка в Норильске подорожает в начале года на 1,7%, а потом с июля еще на 2,7%. Получается, для двушки улучшены планировки. С двумя прописанными цена сначала поднимется примерно на 69 рублей, а потом еще на 111. Для хрущевки на 60 и 97. При этом норильский рынок недвижимости, по прогнозам экспертов, в этом году будет стабилен. В 2018-м цены у нас на жилье и так серьезно выросли и потянулись к показателям 2014 года, а тогда как раз был резкий скачок. Покупают квартиры сейчас хорошо, как обычно, пользуются спросом квартиры с ремонтом, с мебелью. Норильщане такие ленивые люди, и у нас стройматериалы дорогие, мебель дорогая, все дорогое. Покупаются, в принципе, практически все районы. И у нас была продажа 4200, 4 миллиона 200 тысяч, это Мира 5, 4-комнатная, 90 метров. Даже при таких ценах есть спрос. Если же брать средние цифры, то в Толнахе и Центральном районе однокомнатная квартира улучшенной планировки стоит примерно 1 миллион 200 тысяч рублей. В КРК не можно найти вариант и за полмиллиона. Эти цифры будут стабильны почти до конца весны. А в мае и июне во время отпускной кампании упадут на 10-13 процентов. И уже в сентябре снова поползут вверх. Динамика на местном рынке недвижимости, как и всегда, особая. Норильск в общероссийские рамки не укладывается. А по федеральным прогнозам скоро будет самое время скупать квартиры в теплых краях по сходной цене. Хорошая тенденция намечается. 2019 год, вторая половина прогнозируется снижение цен на жилье. То есть вот в 2019 год можно уже покупать недвижимость. Она будет достаточно, потому что у нас перенасыщение идет недвижимостью. Ну вот из-за этого будет снижение цен. Но покупать их будет особенно выгодно, если есть накопления. Проценты по ипотеке все же подросли, хоть и незначительно. В начале прошлого года они упали ниже 10 процентов. В результате кредитов на жилье взяли больше примерно на треть. Рассказали нам в отделении одного из крупнейших банков страны. Плюс многие воспользовались услугой рефинансирования. Но к концу 2018 ставки опять поползли вверх. Чего ждать? Каких-то резких скачков ни в ту, ни в другую сторону не будет. Ситуация в общем будет достаточно стабильная. Но зависим мы тут от общей ситуации в стране. То есть цель банка в общем-то снижать эту ставку. То есть сделать этот продукт более доступным для наших клиентов. Но снижение кредитных ставок в 2018 потянуло за собой проценты по вкладам, которые тоже упали. Самый выгодный депозит всего под 7 процентов годовых. На этом фоне вырос интерес к индивидуальным инвестиционным счетам. Это инструмент для заработка на ценных бумагах. И там можно получить большую прибыль, но и риски куда выше. Так что вклады – бессмертная классика. Оно в какой валюте? Есть правила определенные. 40 процентов я должна положить в рубли, 30 процентов – это доллары, 30 – это евро. Таким образом вы сможете все-таки сохранить свои деньги от инфляции, заработать. Если вы накапливаете на какую-то недалекую перспективу, если деньги поднаются через 3 месяца, через 4 месяца, то, конечно, выгоднее будет рубли. Потому что, скорее всего, потеряете на конвертации, если не будет резкого скачка курса доллара. Если вы планируете не пользоваться этими деньгами, если вам понадобится через 5-6 лет, то, наверное, длинные деньги есть смысл размещать в иностранной валюте. В начале года курс доллара может перешагнуть отметку в 70 рублей, полагают аналитики. За первое полугодие импортные вещи, техника и машины вырастут в цене на 5-10 процентов, отечественные – на 4-6. Из продуктов ощутимее всего подорожают хлеб и сахар из-за неурожая зерновых и свеклы в прошлом году. Но, по оценкам экспертов, постепенно из-за роста НДС подорожает вся еда. Впрочем, ситуация в Норильске и стране часто сильно отличается. И во время экономических кризисов нас не накрывает взрывом, а доходит только ударная волна. И местные власти смотрят на нее, как на ветер перемен. Как раз в период этих подъемов Норильск оказывается в очень сложной ситуации. Люди пытаются уехать, найти другое место работы, переехать, продать здесь жилье, купить там жилье. И выполнить свою большую мечту, жить на большой земле. Пока трудности в нашей стране происходят, то, что Норильск должен за этот период получить максимум эффективности решений и хозяйствующих, и экономических, и жизненных, и общественных. Чтобы, когда страна будет жить лучше, Норильск в это время тоже жил хорошо. Аната Милина, Галина Навродская, Анастасия Гринько, Егор Тулновский, Александр Журавлев, Алексей Каменев, Артем Смирнов, Александр Ворий. Новости Северного города. Жить хорошо – значит жить без долгов. Проанализировав ситуацию на коммунальном рынке, Толнахская управляющая компания «Северный быт» еще год назад придумала, как повысить собираемость за предоставляемые услуги. В этот раз коммунальники авансом собрали около 6 миллионов рублей. Как им это удалось, знает Виктор Пихтарь. Добрый вечер всем. Спасибо, что вы пришли. Под конец 2018 года в здании управляющей компании «Северный быт» собрались жители, которые внесли кварплату перед праздниками и, как говорится, вышли в ноль. Новогодняя лотерея от коммунальников проходит уже второй год подряд. Этой акцией ЖЭК поощряет тех, кто добросовестно платит за услуги ЖКХ. По сравнению с прошлым годом еще более 200 человек больше участвовало в розыгрыше. Получилось у нас больше призов в этом году. Естественно, и по сравнению с прошлым годом у нас уменьшилось количество должников. То есть сейчас «Северный быт» находится в топе управляющих компаний, у которых сбор за жилищно-коммунальные услуги превышает 100%. Это значит, что ЖЭКу удалось не только собрать долги к Новому году, но и получить солидный аванс. Его сумма к концу года составила около 6 миллионов рублей. Игарская 28, квартира 69. В лотерею участвовали почти 700 человек. Впрочем, на розыгрыш пришли не все, поэтому призы достались присутствующим. Но и остальные без бонусов не остались. Всем, кто погасил долги перед управляющей компанией, списали пени за просрочки. Честно говоря, пошли чисто из любопытства и интереса. Даже особо и не рассчитывали на подарок. Но у сына оказалась счастливая рука. Он лично вытащил счастливый билет. Поэтому большое спасибо за этот розыгрыш. Небольшое новогоднее чудо произошло. Виктор Пихтарь, Артем Смирнов. Новости северного города. На новогодних каникулах православные отметили один из великих праздников – Рождество Христово. Это событие занимает второе место после Пасхи. Норильские рождественские службы впервые прошли в новом храме на улице Мира. Но верующие не забыли и о намоленном месте. Как встречали Рождество в северном городе – смотрите сами. Богослово Родшую, Сочую Богородицу, Тя величавое. Богослово Родшую, Сочую Богородицу, Тя величавое. Богослово Родшую, Сочую Богородицу, Тя величавое. На очереди новости компании «Норникель» выбрал первых в истории Норильска испытателей цифровых технологий. Более сотни сотрудников заполярного филиала предложили идеи по использованию промышленного экзоскелета и системы машинного зрения на предприятиях компании. Как отметили в пресс-службе компании, все идеи направлены на облегчение работы человека на производстве, безопасный и эффективный труд. Например, специалисты медного завода предложили внедрить экзоскелет для выгрузки меди на одном из этапов ее производства. Это значительно, говорят работники, снизит нагрузку на человека и повысит безопасность работ. Ну, в принципе, идея должна облегчить немножко работу. Это работа физическая, нагрузка идет на спину, на руки. Вот, должно помочь, я надеюсь. Всего же в цифровую лабораторию поступило 130 анкет шести предприятий. Специалисты подробно описали, где и как они могли бы применить новые технологии. Победители станут первыми испытателями этих технологий в истории Норильска и смогут протестировать промышленный экзоскелет в Юго-Западном государственном университете в Курске. Один из победителей посетит выставку «Высокие технологии инноваций инвестиций в Санкт-Петербурге для испытания машинного зрения». Пока новые технологии еще в разработке, условия работы персонала продолжают повышать в рамках программы «Быт на производство». Для работников карьеры «Скальный», «Рудника Каирканского», а также «Горняков Комсомольского» провели апгрейд помещений. На их ремонт компания потратила более 100 миллионов рублей. Бытовой комплекс на карьере «Скальный», что входит в состав «Рудника Каирканский» – это теперь 721 квадратный метр новых гардеробных, душевых и парных, комната приема пищи. И все это рассчитано на 60 мужчин и 30 женщин. Плохо, чтобы мы не сохранили старые фотографии, то, что здесь было. Но поверьте мне, это как небо и земля. Поэтому здесь вот такого, что сейчас, этого не было здесь. А еще не было здесь ни хорошего спортзала, ни парных. Последнее особенно пришлось по душе рабочим. Зимой работа на карьере в минус 50 градусов. Бывает, приходится работать. После смены очень замечательно посидеть, погреться. До этого момента бытовые помещения карьеры «Скального» не капиталили с советских времен. Такая же ситуация была и на десятки других предприятий. С 2003 года в Нортникеле работает программа «Быт на производстве». И за это время уже отремонтировано около 150 объектов в подразделениях компании и на ее дочерних предприятиях. В последнее время преображаются 20 бытовых ежегодно. И компания на этом экономить не намерена. На каждый квадратный метр закладывается около 60 тысяч рублей. Вот этот объект с закупом оборудования гардеробного, прачечного, тренажерного зала, который будет позже установлено, обошлось около 67 миллионов. А вот 701 квадратный метр бытовых помещений рудника Комсомольского отремонтировали за 46 миллионов рублей. Гардеробные шкафчики подключены к вентиляции, что позволит просушить вещи. При ремонте помещений не забыли и о советских методах терапии. В бытовых помещениях обустроили отдельные кабинки с фатариями, которые были популярны в Норильске в 50-е годы прошлого века. Очень приятно, что люди здесь будут в таких условиях, как дома. Все красиво, все замечательно. Поэтому в первую очередь хотели бы поблагодарить управление главным механиком за ту работу, которую мы вместе с ними проделали. Поблагодарить саму компанию. Виктор Пехтарь, Екатерина Овсиенко, Александр Вори. Новости северного города. Далее мы расскажем, как скалолазы в открытом первенстве города участвовали. Лучших определяли в дисциплинах на трудность и скорость. Участвовали начинающие и уже опытные спортсмены из Норильска, Толнаха и Каркана с 5 до 19 лет. Соревнования традиционно проходили на скалолазном тренажере Дома спорта Каркана. Дистанцию на трудность проходили 20 человек. Первый, второй, третий спортивные разряды получили 6 спортсменов. В скоростной дистанции состязались более 30 скалолазов. Разряды выполнили больше половины участников. В четверг синаптическая ситуация на Несейском севере обусловится тыловой частью циклона с центром над Эвенкией. В такой обстановке в Неве будут тесниться облака, кое-где осыпаясь незначительным снегом. А северные ветры продолжат закачивать из Арктики новые порции студеного воздуха с температурным фоном на несколько градусов ниже климатической нормы. Ночью на Рейске переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура в городе минус 38, минус 41. Дудинки минус 42, минус 45. В нем в городе преобладание облачной погоды без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура в городе минус 34, минус 37. Дудинки минус 39, минус 42. Здравствуйте, это Сопромат. И сегодня в первом выпуске этого года мы поговорим о чаяниях. Учитывая все внутри- и внешнеполитические перипетии прошлого года, в канун Новогодия население предсказуемо желало себе не нефть по 100 долларов за баррель и доллар по 30 рублей, а ожидаемо приземленно, как пели герой Эдуарда Успенского, сограждане хотели седло большое, ковер и телевизор. Иными словами, у Деда Мороза просили здравия, мира и стабильной жизни. Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям. Чаще всего такой подарок желали себе люди в возрасте от 60 лет и старше, и женщины. На втором месте в списке желаний сограждан мир во всем мире. Материального благополучия попросили 9% опрошенных, преимущественно молодежь. Каждый 20-й попросил бы у Деда Мороза квартиру. Таковы данные предновогоднего опроса в ЦОМ. Карьерный рост и повышение зарплаты интересовали лишь 5% участников опроса. Столько же опрошенных пожелали благополучия всем людям. Что касается остального, то 4% хотели бы процветания и стабильности в нашей стране, а 3% непременного счастья себе и окружающим. Ну а дальше предсказуемо шли. Понижение цен на все, благополучие в семье, путешествия, дом для семьи, стабильность и спокойствие, благополучие для детей и внуков, закрыть все кредиты и долги, а также различные нематериальные пожелания обществу, то есть сил, доброты, ума. Ну да, чего же еще желать в предпраздничной суете. Куда более основательным выглядит другой опрос в ЦОМ, посвященный итогам года. В его рамках сограждан спрашивали о политике и политиках, музыкантах и писателях, и, конечно, о самых заметных событиях 2018-го и надеждах на 2019-й. И если об итогах говорилось подробно и много, то вот среди ожиданий, по мнению аналитиков, царил осторожный пессимизм. Лишь каждый пятый респондент заявил, что год свиньи будет для него удачным. А что же в целом будет с экономикой? Об этом сегодня подробно рассказала моя коллега Анна Томилина в новостях северного города. Я лишь остановлюсь на некоторых моментах подробнее. Тем более, и это очень удивительно, новых прогнозов в первые дни года оказалось не так уж и мало. Так, эксперты консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» представили прогноз ключевых международных трендов на 2019-й год. Среди прочих ожиданий отмечено, что США стоят на пороге нового кризиса. Экономика пока стабильна, и в 2019 году спада ожидать не стоит. Однако постепенно накапливаются проблемы, которые на горизонте трех лет приведут к серьезным последствиям для всего мира. Политологи напоминают, катастрофа ипотечного рынка 2007 года побудила власти США усилить регулирование финансового сектора. Однако администрация Трампа ослабила эти меры контроля, создавая предпосылки для повторения старых ошибок. Понятно, что это всего лишь прогнозы, но учитывая непредсказуемость американского президента, можно легко допустить, что в новый экономический кризис мир проще простого может свалиться куда раньше, а не спустя обещанные три года. Чем это аукнется, прекрасно знает каждый россиянин. К тому же прекращение санкционной войны, точнее противостояния, никто и нигде даже не берется предугадывать. И уже прозвучал некоторый санкционный негатив в отношении одной из российских компаний. Но есть и другие прогнозы. Например, Всемирный банк ухудшил ожидания по росту мирового ВВП. Причин несколько и все главные. В новом прогнозе также снижены цены на нефть. Ожидается, что в 2019 и 2020 годах баррель нефти будет стоить в среднем 67 долларов. Это на 2 доллара ниже июньских прогнозов. Рост ВВП России ожидается на уровне 1,5% в 2019 году. В 2020 и 2021 годах на уровне 1,8%. Ранее Всемирный банк в специальном докладе по России отмечал, что рост российской экономики на уровне 3% будет только к 2028 году. А успеет ли за ценами зарплаты россиян, скорее всего, станет известно спустя полгода. Хотя в Минтруде уже заявили, что повышение доходов не избежать. И что вырастут зарплаты даже у тех, кто не был упомянут в майских указах президента. Их зарплаты проиндексируют на 4,3%. Впрочем, в ведомстве признали и то, что в целом по стране в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018. По словам главы Минтруда Максима Топилина, этот рост будет в пределах 1,4% и даже несколько выше. Но вот вопрос, когда, пока остается открытым. Хотя бизнес-сообщество, в частности крупные игроки на рынке недвижимости, уже ожидает, что пиковых значений инфляция достигнет именно в первом полугодии. Слаще ли в этом году будет мед в пересчете на рубли или самое время ужаться и изыскывать, как рекомендуют финансисты, деньги для хранения их сразу в трех мировых валютах, каждый будет решать сам. Главное не отчаяться, когда рублю вдруг добавят деревянности, нефть перестанет быть черным золотом или, не дай бог, по словам классика, земля налетит на небесную ось. Главное быть готовым ко всему этому, а опыта в такой подготовке нам не занимать. Это был Супромат, до встречи.